Всем привет! Мы по мотивам доклада Сергея Смаровоза на конференции All on Top берем интервью. Привет, Сергей! Привет, Миша! Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось в таком концентрированном и познавательном виде изложить большой пласт информации в своем докладе? Ну, это, наверное, уже как бы профессиональный такой подход, потому что на ютубе очень важно не вот такие вот портянки многочасовые делать, а кратко дать информацию, которая будет отвечать на вопрос конкретного пользователя. Причем на конкретный вопрос. Я шел с докладом о трендах и о продвижении на ютуб-канале, а также о том, кому это нужно и кому это не нужно. Был поднять такой вопрос, что, допустим, передо мной выступал спикер, который рассказывал, что в одной из тематик нужно будет потратить, во-первых, в месяц примерно 70 тысяч рублей и результат увидеть только через 8 месяцев. То есть мы 70 умножаем на 8, получаем достаточно большую сумму. Я привел как контрпример, что в этой же тематике мы со специалистом начали работать в марте месяце, и уже в апреле месяце у него пошли первые заказы с бюджетом в разы меньше. То есть эффективность от всей этой работы, она намного лучше в связи с спецификой именно ютуба, как канала коммуникации с целевой аудиторией. Расскажи, пожалуйста, о своих наработках по превьюшкам вот эти картинки для видео. У тебя очень классная часть доклада была именно вот по ним, мне понравилось. Ну, я поставил этот фактор вторым, потому что все-таки в первую очередь речь идет о ролике и о удержании. Это все, что я сказал раньше. Если мы даем интересную информацию и раскрываем суть проблемы нашего пользователя, и каким бы хорошим, крутым ролик даже бы не был по удержанию, если у нас получится картинка, вот заставочка на ютубе, не очень качественная, либо не будет отражать того, что ожидает увидеть пользователь, то по сути все наши усилия не уходят на смарку. Или же наоборот, если мы, допустим, сделаем суперкрутую картинку, а контент будет, ну, так себе, то тут необходимо соблюсти баланс, чтобы и удержание было хорошее, и ролик был интересный, полезный, и при этом картинка срабатывала. Я просто проводил эксперименты, и получилось так, что изменяя CTR-картинки с 4%, улучшая, меняя картинку до 8%, мне удавалось поднять показы и просмотры в 2-3 раза. То есть тут прямая зависимость. Единственный момент, что не с каждым роликом это проходит, и возраст ролика должен быть 3-5-8 месяцев, не больше года. На старых роликах это уже не настолько очевидно, и не настолько эффективно работает. Спасибо. А что должно быть на превьюшке? Вот такой универсальный рецепт. Ну, все, с кем я разговаривал, с блогерами, а основной фактор, который цепляющий, это обязательно должна быть внешность. То есть человек обязательно. Да, не просто человек, но и человек с эмоцией. Если взять, допустим, доклады из моих прошлых конференций, где я рассказывал о исследовании одной компании, они проводили, компания, которая занимается сайт, условно, сайт знакомств, они проводили исследование. Насколько эффективно срабатывает фотография? Была лицевая, поясная, погрудная и ростовая. Так вот, по мере того, как мы укрупняли план, то есть мы дальше отходили, эффективность росла. Но после поясной на ростовой эффективность падает. То есть мое предположение, что погрудная либо поясная фотография обязательно с эмоцией. Если мы сейчас с тобой будем, вот, допустим, давай сейчас сделаем кликбейтную картинку, посмотрим, какие там кривлячки, чем-то такое сделать. Какие-то такие вот вещи, которые будут выражать какую-то эмоцию. О чем это? Ну, конечно, это не в контексте, потому что это уже называется петросянство, то, что мы сейчас сделали. Но если мы будем рассказывать о каких-то вещах и это потом отображать эмоции, допустим, какой-то очень важный факт, мы вызываем удивление, да ладно, неужели? Или, допустим, серьезное событие, ты такой стоишь, да, вот это супер, это классно, это здорово. То есть какую-то эмоцию, которую мы можем подстегнуть пользователя, посмотреть этот ролик, ну и плюс, конечно же, текстовое наполнение, текстовое оформление, которое, ну, вообще, дает хоть какую-то информацию, о чем я. Вспомни твою обложку, вот тут она где-нибудь будет, всплывет, где я сделал наше с тобой интервью. Я взял твою фотку, где-то улыбаешься, и текст SEO, фишки для новичков. То есть человек понимает, кто будет выступать, он уже примерно сразу, как бы симпатия, антипатия, но все равно, как человек, он лучше. И дальше о чем это? Потом читает текст и принимает решение. Окей, кликнул, пошел, смотрел, зацепился, удержался. И вот так вот работает магия YouTube. Отлично. Большое спасибо, Сергей. Рад был встрече. До новых встреч. Подписывайтесь, лайкайте. Всем пока. Кликбейтную? Давай. Не, вы что-то делали тут-то из-за димашек. Подписывайтесь. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...